Всем привет! Ну, не везет мне с квадрокоптерами. Посмотрим, как повезет мне вот с этим квадрокоптером. Он довольно, по идее, интересный. Магазин RC Moment. HR-CH5 зовется стандарт, с камерой. Вот такая вот упаковочка. В принципе, немножко помялась. И бывает в черном, либо в белом цвете. Управление, как с помощью обычного пульта управления, ведущего в комплекте, либо же с помощью мобильного телефона. Для этого, на вот этой части, у нас либо для айфона, либо для андроида присутствуют QR-кода. Квадрокоптер, в принципе, это довольно бюджетная модель. Она что-то до 50 долларов стоит. И давайте посмотрим все на эту целость и сохранность. Особо переживать не стоит. Такой вот пенопластовый контейнер и инструкция на кикайско-английском языке. Как его запустить, как ему делать какие-то флипы. Давайте посмотрим, что у нас внутри. И вот у нас такой вот красный квадрокоптер. Хорошо, что он красный. Мне легче будет его найти на дереве. Так, пульт управления сразу откладываю. Будем смотреть комплектацию. Квадрокоптер тоже пока на время отложу. Камера присутствует. И, ну, тут, наверное, 0,3 мегапикселя, Wi-Fi. Сразу же это уже в камере непосредственно. То есть, следующее. Это у нас подзарядочка. Такая вот для аккумулятора. И посмотрите, ребята, подвес тоже присутствует. То есть, вот вибрации полностью пластиковый с резиновыми вставочками. Ну, довольно неожиданно для такой бюджетной модели. Шасси в виде двух пластиковых ножек. Защита винтов. И сами винты. И даже, ребята, смотрите, крепление для смартфона. На нашу цель дистанционного управления. Отвертка для того, чтобы сейчас насадить эти винты присутствует в комплекте идет. И четыре винта. А, это запасные винты, простите. Потому что основные винты у нас уже установлены на нашем квадрокоптере. Моторы самые дешевые. О которых можно говорить. Ну, и вот. На нижней части у нас... А где же сам аккумулятор? Внизу. В кнопках включения и обключения. Довольно удобно. Мне нравится, когда кнопка. Plug у нас подключаем мы нашу камеру. Вот так вот. И открываем. Смотрим, что у нас тут еще. Так, открывается, видите, вот так вот. То есть, даже при ударе аккумулятор у нас не выскочит. Аккумулятор в комплекте только один. В принципе, он 750 мАч. Две такие вот баночки. Стандартные для них. Ну, скорость. Время полета где-то в районе 5-7 минут. Все зависит от ваших расходов и ветра. Подключаю. Засовываю аккумулятор. Место, куда все это спрятать есть. Включаем. И посмотрите, на лучах красное и синее. Headless Mode тут у нас присутствует. То есть, для новичков будет достаточно удобно. Чтобы не садить квадрокоптер на камеру, все-таки рекомендую я... Так, еще надо понять, как их тут. Вот так. Рекомендую все-таки установить шасси. Садятся они довольно плотно в отверстие. Поэтому можно их даже не закреплять с помощью винтов, идущих в комплекте. Вот так, чпонц, чпонц. Защиту винтов также для новичков рекомендую установить. Все-таки убережет как-никак винты и моторы. Можно даже не защелкивать. Ой, вернее, не завинчивать винтов. Кстати, идет в комплекте 5. Просто вот так вот. Вот так выглядит квадрокоптер с защитой винтов. Немножко стал больше. По поводу пульта управления. Никакой здесь индикации нет. То есть, ну, вернее, есть включение-выключение. Питается пульт от 4 батареек типа АА пальчиковые. В комплекте не идут. Довольно легкий, простой и... Ну, такой вот, довольно дешевый, честно. Так, левая кнопочка управления расходами. Их всего 3, то есть 33, 66 и 100%. Ну, тут у нас вот левый стик, правый стик. Кнопка включения-выключения. Вот эта кнопка у нас просто фейковые. Не знаю, зачем их делают. Ну, где-то, наверное, не применяются. Вот вместо дисплея у вас такая вот китайская наклейка. Молодцы. Относительно вот эта кнопочка. Это у нас влево снимается фотография, правое делается видео. Это у нас камера вверх, камера вниз. То есть управление камерой. Триммер форвард и бэквард, так называемый. Ну, и, соответственно, тримминг левого нашего стика. Итак, 1К, получается взлет. 1К, посадочка. Стоп, это классная тема, если где-то вы в толпе, не дай бог. Стоп, нажимаем, сразу тушит винты. Headless mode тоже сразу включаем. И это у нас 1К, то есть он возвращается на то же примерное место, где вы были. Правая кнопка включает или выключает LED огни вашего квадрокопта. На антенку надеваем держатель для смартфона. И у нас получает смартфон в качестве камеры. И в ПИВИ такое мини присутствует. Сначала включаем пульт. Потом включаем наш квадрокоптер. Вверх, вверх, вниз. Взлет и посадка достаточно просты. Нажимаем просто вот кнопочку взлететь. Либо кнопочку, эй, либо кнопочку, стоп. Все, сядь. Короче, ребят, дома не запускайте. Цепляем сначала подвес, так своеобразный. Цепляем подвес и цепляем вот так вот камеру. Камера у нас может управляться вверх-вниз. И все. И здесь у нас для флеш-карты. Флеш-карта у нас в microSD в комплекте не идет. Вот так камера выглядит на подвесе. И кроме этого ее еще можно вручную вот так вот наклонять. То есть вот такой вот получается у нас внешний его вид. Ну и соответственно подзарядочка у нас выдает. Так, тут 5 вольт 1 ампер, а выдает 3,7 и 400 мили ампер. Сделена в Китае. Удивительно. Вес квадрокоптера с камерой, установленный со всеми дополнительными частями, 145 грамм. Довольно неудобно вставлять карту памяти вот сюда, потому что отверстие маленькое, надо вот четко, ровно попасть. То, что был за QR-карт на коробке, он не соединялся, поэтому придется скачивать его вот с этого инструкции. И вот так он называется, CRH-C. Имеет вот такой интерфейс, то есть нажимаем play. И тут у нас уже вот, эй, вверх ногами правда камера. Почему-то. Надо просто ее как-то перевернуть. А, ну можно вот так. Так, у меня телефон вверх ногами. Так, что мы можем тут сделать? Вот, сразу стоп. Хотя нет, наверное все-таки вверх ногами. Вот так можем. Нет, ничего не можем. Ребят, ничего не могу сделать. Короче, по-моему я могу только делать фото, либо видео. Да, потому что по идее не заводится. Плюс камера вверх ногами. Короче, приложение кривое. То есть могу вот так сказать. Вот, запись видео пошла. Фотографии сделали. И можем смотреть, что у нас тут есть на карте памяти, либо фотографии. Либо же вот у нас есть даже какие-то кусочки видео. То есть вот так вот. Приложением управлять с помощью смартфона. Откровенно у меня не получилось. Но возможно это как и в прошлых версиях. То есть, о, стоп. Видите, автовзлет. То есть автовзлет и автопосадка. Да, вот получается. То есть. Видите, взлетает. Нормально. Нормально. То есть вот стоп я нажал. Флипы тоже сделает. То есть благодаря приложению можно. То есть поднимаем. Не сел, видимо. Не сел. Вот, нажали. Раз и сразу. С помощью приложения управлять можно. Но почему-либо камера только шиворот на выворот. Вот, нашел еще дополнительные настройки. Тут камеру мы уже можем переназначить. То есть зеркально отобразить. То есть раз, два. И даже вот слева направо. Вернее, вот так можем ее сделать. И опять же, туда уже в нормальное впеве управлять можно. Немножко подсел. Не, не подсел. Ну давай. То есть надо поднажать. И потом ему еще поддать газку сразу, чтобы он взлетел. То есть немножко такое хитрое приложение. Размеры, если брать с защитой, 40. Высота максимальная 11 сантиметров. Без защиты, ну вот от центра, 23,5. Ну, соответственно, 23,5 сантиметра. Не очень удобное, конечно, решение для подзарядки. Во-первых, вам надо будет как-то где-то ее воткнуть в USB. Во-вторых, оно выпадает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Камера при этом снимает. Ну вот я ему разворачиваю. Вверх. Как всегда, кто-то появится в кадре. Ну, кнопка стоп, почему-то, кстати, в нем не сработала. То есть вверх-вниз, взлет, вот взлет. Вот посадка. Ну, посадка что-то тоже не задалась у нас. Ну, наверное, он с большей высоты. Сейчас проверим. Вот я его подниму. То есть, видите, нормально держит высоту и делаем посадку. Да, видите, он опускается, чтобы вы могли его снять. Подобрать, вернее. И можно точно так же взлет. Это я на средних расходах, поэтому он такой тяжеловесик, можно так его назвать. Ну, довольно послушный и вполне подойдет для новичков. При этом он еще у нас снабжен камерой. Флипы он не делает, насколько я вижу. Вот я пробую. Раз, два. Ну, поставлю больше расходов. Вот, видите, стал немножко живее. Просаживается, но в то же время сразу же поднимается. То есть, нормальная управляемость. То есть, могу рекомендовать к покупке. Довольно интересная модель снимает. Ну, как, посредственно снимает, но можно прицепить туда какую-то другую камеру. Но, правда, более тонкую. Особенно в этом подвесе толка нет. То есть, она не настолько вибрирует, чтобы... Не настолько, вернее, качественно, чтобы приглушать эти вибрации. Но достаточно неплохо он управляется. Легко, я бы так назвал, большой. Ну, единственный минус, что аккумулятор один, конечно. И особо такой не очень, можно сказать, информативный пульт. Ну, и флипов тоже я что-то не нашел. Ну, старт, зависание, подъем для новичка вообще классный. Headless mode тоже для новичка супер. Ну, и вот, видите, практически на одной точке я его кружу. Ну, и вот так он просто, если ничего не делать. Вот такой вот. Так что, друзья, не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Всего хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok